друзья всем привет серферы бездельники азиатские девианты почему азиатские потому что сегодня у нас гости центральной азии это рахимбек 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 казахстанская казахская правильно да ну она тюркская она арабская да ну можно сказать что вы можете к рахимбек у нас а фамилия как абдрахманов да тоже очень тюркская фамилия вот еще четыре часа назад я не знала существования значит нашего гостя но позвонил витя андурсиев и говорит у нас очень интересный есть человек который возможно тебе будет очень интересен потому что он знает очень интересные вещи которые происходят в казахстане и я решил сразу мгновенно говорю конечно давай к нам этого интересного человека и мы с удовольствием пообщаемся расскажи себе это ты говорил о том что ты являешься автором книги как нация становится брендами почти да ну я и вообще экономист на специальности экономист работаю в области экономики экономика это моя любовь это моя жизнь я провожу исследования в области экономики в различных сферах различных отраслях экономики вот так же я работаю в области политологии я не политолог по специальности но политология то очень интересная сфера для меня и я считаю наверное все-таки оправданно считаю то что политологии экономика это две вещи которые идут рука об руку нет экономики без политики также нет и политики без экономики сейчас я занимаюсь журналистикой Я занимаюсь деловой журналистикой, как я это сам называю. В частности, мы недавно, три месяца назад проводили здесь в Украине серию интервью с украинскими политиками, общественными деятелями. Среди этих политиков, кого мы интервьюировали, был Михаил Саакашвили. Мы с ним обсудили злободневные темы по поводу того, что сейчас Россия предпринимает в отношении Казахстана. И, кстати, это очень перекликается с тем, что было в отношении Украины до событий трагических. Извините, Саакашвили, Саакашвили, по-моему, открыл офис там свой какой-то. Офис простых решений, да, мы были именно там. Там я брал у него интервью, где мы произнесли некоторые тезисы, которые потом наша пресса немножко исковеркала, и произошел такой скандал, недопонимание. Были кое-какие проблемы, но потом все, к счастью, урегулировали. Что касается моей этой деятельности, которая сейчас в Украине происходит, она будет продолжена с моим вот этим приездом. Что касается книги, в 2019 году в Москве, может быть, знаете, есть такое издательство Alpina Publisher, там я издал эту книгу. Что интересно, казахстанские издательства ее не брались печатать, она им не подходила по формату. Кто-то говорил, что не подходит по формату, кто-то мотивировал это тем, что книга, что у них очень большой объем работы, и нужно ждать около года, год нужно ждать, прежде чем книга пойдет в печать. Ну, то есть какая-то такая большая очередь была. И различные мотивировки, и я в итоге вынужден был рассылать рукопись своей книги зарубежным издательствам, среди которых был Alpina Publisher, и они с удовольствием согласились мою книгу опубликовать. Для меня это было удивление. Мне написал генеральный директор Alpina Publisher, и он сказал, я берусь вашу книгу опубликовать, она очень интересная. Вот. Книга у меня об экономике. В книге я провожу сравнительный анализ между Южной Кореей и Малайзией. Я жил в Южной Корее, изучал их опыт экономического развития, в частности, на примере нескольких крупных технологических компаний, одна из которых Hyundai. В книге я писал то, как Hyundai строился. Может быть, этого нет в той же Википедии, может быть, этого нет в открытых источниках, но я постарался по кирпичикам собрать то, как этот бренд был построен. Мы запишем вообще отдельную, я думаю, беседу. Я сразу на будущее говорю. Прекрасно, да. Поскольку вы здесь будете несколько месяцев, то я думаю, мы просто запишем вообще вот такие кейсы интересные, и это пройдемся. Это книга об экспортной дисциплине, это книга о протекционизме, это книга о том, как нужно делать экономику. Но, опять-таки, я не хотел бы претендовать на роль эксперта. Эта книга – это мое личное видение через призму моего опыта, моего образования, моего бэкграунда профессионального. Я постарался изложить это простыми словами. Изначально я хотел, чтобы эту книгу могли понимать даже домохозяйки. И поэтому пытался разбавлять вот этот академический, наверное, или какой-то специализированный язык. Я его пытался разбавлять не с какой-то там ненормативной лексикой, я пытался и не с какой-то там бульварщиной. То есть я пытался это писать понятными словами, но тоже им не отступаться от делового повествования книги. Хорошо, смотри. Я думаю, что мы вот по книге и по тем кейсам, которые там были, мы отдельно делаем эфиры. То есть для меня Южная Корея очень интересна, Малайзия очень интересна. Давай по Казахстану. То есть Казахстан сейчас находится в состоянии транзита после того, как Назарбаев ушел. Новый президент появился такой. И все, ну очень многие там смотрели на эту ситуацию. Кто-то с опасением, кто-то с недопониманием, потому что очевидно Казахстан будет очень серьезно изменяться. Тем более, что вокруг очень серьезно изменилась обстановка. Китай подрос. Россия находится в такой ситуации попытки усилить контроль за своей периферией. Китай очень серьезно влияет на Казахстан, но в то же время и Запад тоже очень серьезно на Казахстан влияет. Потому что западные компании в нефтяном секторе вложили очень большие средства. И это, в отличие от Украины, это, поверь, это очень серьезный рычаг. Потому что в украинской экономике таких серьезных вложений, как в Казахстан, нет. И это одна из причин, по которым, допустим, Путин атаковал Украину. Вот расскажи нам вообще, как ты видишь транзит сейчас Казахстана? И, ну собственно говоря, что делают россияне? Да, вот с точки зрения удержания Казахстана в своей орбите. Вы знаете, существует очень много таких поляризированных точек зрения на то, что сейчас предпринимает Россия. Потому что определенной логики в их действиях все-таки нет. Сейчас Россия прекрасно понимает, что действующий режим, он в принципе предельно лоялен тому, что делает Москва. Их внешнеполитическая деятельность, их внутренние деятельности. Тот же Евразес этому прямое подтверждение, когда мы вошли в этот экономический союз, экономическое объединение, в ущерб себе. Потому что взаимодействие у нас такая классическая колониальная схема. То есть, когда Россия это митрополия и поставляет нам 90% готовой продукции, 10% какого-то сырья. И наоборот, то, что мы поставляем, это 90% сырье и 10% готовой продукции. Такая классическая торговля метрополии, допустим, английской с Индией во время воздействия индийской военной кампании. То, что сегодня делает Россия, это в том числе странно. Потому что, как я сказал, то, что режим лояльный. Но вот эти вбросы, может быть, вы слышали заявление ряда российских политиков в отношении нашей территориальной... Слышали. Да, наши территории. По поводу Северного Казахстана. Северный Казахстан, Западный Казахстан. Кто-то претендует на Центральный Казахстан, кто-то говорит, что до города Верный это все российские земли, а нам нужно будет уходить куда-то в Узбекистан или Киргизию. Причем это говорят не последние лица, это говорят официальные лица, это говорят депутаты Никонов, Федоров. Кроме того, это говорит человек, который находится в ближайшей номенклатуре Путина, Мединский. Да, ну, это человек, который имеет доступ к телу. И даже он позволяет себе такие выпады. Поэтому вам нужно к этому очень серьезно относиться. Они точно так же в свое время говорили это по поводу Крыма и по поводу вообще Украины. Вы знаете, вообще, да, я с вами полностью согласен. Проигрывает тот, кто плохо знает историю. Да, и поэтому историю, как современную историю, так и историю прошлых веков, это все, вот если смотреть с позиции, наверное, такого изучения экономической истории, то это все уже повторялось. Это все повторялось в прошлом, на примере других стран. Вот эти колониальные войны, подходы к тому, как их вести, это все, в принципе, прослеживается даже вот такая некая последовательность, некая схожесть в действиях того, что сейчас происходит, того, что было. Да, поэтому от России неизвестно, чего ожидать. Россия себя ведет немножко странно, непредсказуемо. Тем не менее, мы с ними сейчас находимся в процессе очень плотной экономической интеграции. Россия не претендует на политическую интеграцию. Они предлагают нам сейчас участвовать в совместных заявлениях относительно того, что они там делают в отношении Запада санкционные политики, предлагают выступать консолидированно. Да, но недавно наше Министерство иностранных дел заявило, что мы находимся пока только в экономическом союзе, и говорить о каких-то политических совместных заявлениях не стоит. Да, ну естественно, что не все действия... Я, наверное, неправильно сказал то, что мы находимся полностью в их фарватере, изначально, когда я говорил. Да, в некоторых случаях мы расходимся, и вот когда вот эти расхождения идут, как, допустим, перевод нашего алфавита на латиницу, когда эти расхождения идут, Россия на это очень болезненно реагирует. Кстати, что это изменило реально? Как это повлияло на повседневную жизнь простых людей? Это никак не повлияло на повседневную жизнь. Но это, знаете, проект такой долгосрочный. Это проект долгосрочный, чтобы отойти от русской письменности, от русскоязычной письменности, от русскоязычного алфавита. Наш язык, он получается вот на латинице, и поэтому со временем мы хотим все-таки, чтобы больше было хождение нашего языка, нашей письменности, нашего письма. Потому что мы должны понимать, что язык — это одно из средств влияния. Это одно из средств того, как можно размыть самоидентификацию человека. Потому что когда человек начинает разговаривать на языке определенной страны, он так или иначе может себя начать уже самоидентифицировать с этой страной. Это как получается, что человек, допустим, телом живет, скажем, в Казахстане, а головой живет в России. То есть в информационном пространстве России, в политическом, в идеологическом. Насколько сильно, вот вообще медийно, насколько сильно присутствует Россия в информационном пространстве? По последним социологическим исследованиям Россия присутствует на 55%. То есть Россия — это доминанта. Россия — это такая доминанта на нашем медийном поле. Их медиаресурсы превосходят наши и по контенту, и по качеству контента, и по языку. У нас, к сожалению, русский язык — это основной язык пока общения. Особенно в северных, центральных, в ряде южных регионов. В Алмате, наверное, прежде всего. Алмата — это русскоязычный город. К сожалению, я вынужден это признавать. Но вот видите, я тоже русскоязычный. У меня русский язык, я думаю на русском языке. И, конечно же, я не хотел бы этого, я хотел бы этого избежать, но этого уже не избежать. Это уже есть. Ради бога, мне кажется, что вы как раз можете превратить это в мощное оружие. Потому что когда ты хорошо понимаешь культуру своих соседей, когда ты хорошо знаешь их историю, то это превращается в ваше оружие. Потому что это же, как и у нас. У нас тоже многие говорят по поводу русского языка, что гейт, гейт, гейт. Но это неправильно, мне кажется. Потому что можно избавлять людей от языка до определенного предела. Тех, кто хочет. Хотя многие просто не хотят и не видят в этом проблемы. И для государства считают, и проблемы нет. Если вот когда государство не ведет какой-то внятной политики системной, то тогда проблема появляется. Потому что русские, если они хотят создать проблемы, они создают и там, где вообще нет никакого русского языка. Например, в Сирии, или в Ливии, или в Центрально-Африканской республике. Ну какой там русский язык? А русские там есть. Россияне там активно играют. Да, я с вами согласен. Вот и все. Поэтому, мне кажется, это нельзя недооценивать, но переоценивать тоже. Я с вами согласен. Ну такой сложный вопрос. Да. Такой дискуссионный вопрос. Что касается, вы вначале упомянули Китая, я вам скажу, что Китай, по моим ощущениям, не испытывает каких-то политических амбиций в отношении Казахстана. Китаем интересно только как сырьевой придаток. Да. Что они, в принципе, и показывают в наших с ним взаимоотношениях. Китайцы зашли в ряд крупных нефтяных проектов. Да, у китайцев около 30 или 40 процентов, я точно цифру не скажу, 30-40 процентов нефтяных активов сегодня находятся в руках китайских компаний. Да, это крупная. Да, это крупная сумма. В то время, когда наш национальный оператор Казмунайгаз, это как нафтогаз, наверное, аналог украинского, всего на 12 процентов находится в этой сфере. Остальные у кого? Транснационалов или россиян? Ну, там Россия, Соединенные Штаты Америки, Британия, ряд европейских стран. Да, транснациональный, можно сказать. Да, такой пакет активов. Вот. Да, и какой-то угрозы от Китая, я вот как человек, который занимается сегодня наблюдением за тем, что происходит, я не вижу сегодня большого риска от Китая. Только интересует сырье и все. С Китаем можно играть по тем правилам игры, которые вы сами назначаете. Если вы позволяете китайскому импорту доминировать, Китай будет доминировать. Если вы позволяете Китаю давать вам кредиты, которые грабительские, которые на таких, знаете, кабальных условиях, то Китай тоже это будет делать. Китай будет... В Туркмине, кстати, это произошло. Он будет вас настолько продавливать, насколько вы сами позволите. Китай, он будет принимать ваши правила игры. И если вы эти правила игры четко обозначите, Китай будет их придерживаться. Если вначале вы его расслабите тем, что вы дадите ему какую-то волю в действиях, то в дальнейшем он дисциплинируется. Китай – это очень дисциплинированная нация, государство. Я жил в этой стране, я хорошо знаю культуру. Так что вот основная угроза сейчас геополитическая исходит со стороны России, по моим ощущениям. То, что мы делаем здесь, в Украине, это в том числе такая лепта в информационное противостояние российских медиа. Мы пытаемся давать альтернативные источники информации. К сожалению, украинские медиаресурсы в Казахстане представлены очень слабо. Поэтому Казахстан слабо, наша общественность слабо знакома с вашей повесткой. В Украине не представлено, кто там работает в Казахстане. Мы смотрим Гордона. Да, Гордона мы смотрим с большим удовольствием. Да, это у нас один из самых популярных каналов. Но я думаю, что этого присутствия должно быть. В инете, ты имеешь в виду в Ютубе, да? Ну, Ютуб это же тоже как медиаресурс. Сегодня такой очень мощный. Просто есть сайт Гордона, который... Сайт Гордона, Гордон, Юэй, который... Наши смотрят, наши смотрят видео. Так удобней, да. Тут читать надо, а тут просто посмотрел, особо не напрягаюсь. Да, тем более он умеет брать очень красивые эффектные интервью, и поэтому контент получается довольно-таки интересный. Как вообще вот Украина в Казахстане, воспринимаются процессы в Украине последние там 7 лет? В том-то и дело, что в Казахстане Украина воспринимается очень позитивно, несмотря на то, что в Украине об этом не знают. И как таковой казахстанской повестке в Украине нету. Абсолютно. Я это прекрасно понимаю, находясь здесь. А в Казахстане украинская повестка есть. Причем наше общество, что вот самое интересное сейчас, проводит такие довольно-таки живые параллели между тем, что происходит в Донбассе и тем, что может происходить у нас. Между тем процессом демократизации, который начался здесь, и примеряем это уже на себе. То есть очень многие у нас сегодня эксперты считают то, что тот процесс трансформации, которые переживают Украина, нам очень полезно изучить. Потому что рано или поздно мы до этого тоже дойдем. И мы тоже должны будем применять определенные вещи у себя. Поэтому украинская повестка, она очень интересна нашей общественности. И вот в этом ключе я вижу очень большой потенциал в том, чтобы те же украинские медиа проникали на наш рынок, наряду с теми же российскими медиа, и доносили свою повестку, которая бы способствовала некой информационной диверсификации, потому что у нас сейчас, как я говорил, 55-60% это российская доминанта в информационном поле. И давала бы альтернативную информацию для того, чтобы люди просто могли сравнивать. Смотри, я просто как медичи говорю сейчас, с огромным опытом, 20-летним. А есть ли деньги на казахском рынке для того, чтобы туда проникать? То есть, условно говоря, если ты как и нет, в СМИ заходишь, то ты должен понимать, как ты там зарабатываешь. И насколько это предсказуемый и непонятный рынок, поскольку проблема центрально-азиатских государств заключается в том, что там достаточно, не достаточно, а сильно присутствует государство. И, в общем-то, ты шаг право, шаг лево, если делаешь, то ты можешь просто быстро оттуда вылететь. Соответственно, это большие риски. Нужно понимать хорошо конъюнктуру. В принципе, ее везде нужно хорошо понимать. Да, ну смотрите, государство представлено в высокомаржинальных секторах. Я могу даже назвать эти сектора, и я скажу, что дальше государство практически не лезет. Государство в основном представлено нефть и газ, металлы, сырьевой сектор, энергетика, практически полностью связь, коммуникации, транспорт. Медийные, информационные источники это в основном государственные каналы, телеканалы, ну и купленные блогеры. Вот. Если вы, допустим, собираетесь проникать в Казахстан с каким-то своим определенным продуктом, тем же YouTube продуктом, я не думаю, что у вас будут какие-то проблемы. Вам не нужно для этого получать лицензию. Вам даже для этого не нужно открывать компанию. Да, ну если вы, конечно, не зарабатываете. Если вы зарабатываете, вы, естественно, что должны будете открыть компанию. Это все у нас делается очень просто. У нас компанию зарегистрировать в 15 минут. по деньгам это около по-моему, 100 гривен. 100? 100 гривен. Лицензии не нужны. И вы можете начинать деятельность. Суды у нас работают неплохо. То есть у нас экономические суды, которые защищают интересы коммерческих структур. Они представлены... суды, которые Назарбаев вот это делал, который работает в британской юрисдикции? Нет, нет, нет. Вы сейчас говорите о суде, который работает в городе Нур-Султан на территории Экспо. Вот там у нас финансовый центр. То есть это те, которые защитают инвестиции, да? Вот, 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 вот. Это те суды? Да, это те суды, которые разбирают только экономические кейсы. Эти суды представлены по всей стране, да. Тот суд, о котором вы говорите, он представлен в отдельной юрисдикции. Там у нас есть определенная юрисдикция небольшая в нашей столице, да. Но это к этому отношения не имеет. Да. Судебная система, система экономических судов работает неплохо. Да, и поэтому я вам могу с полной уверенностью заявлять, что интересы иностранных инвесторов у нас, в принципе, защищены. Если у нас случаются какие-то рейдерские кейсы, то в основном это происходит в отношении местных предпринимателей, да, которых бояться не надо, потому что они не побегут жаловаться в международной судебной инстанции. Да. Иностранцев трогать боятся, иностранцев не трогают. Поэтому, если вдруг вы решите открыть компанию, я могу вам уверенно заявить, что у вас все будет в порядке. Да. Что касается вашего первого вопроса о том, что насколько интересен рынок в плане есть ли деньги, деньги? Деньги есть, да. Это как, помните, Медведев сказал, денег нет, но вы держитесь. Да, потом Греф, у Грефа то же самое спросили, Герман Греф, он сказал, вы знаете, у кого-то есть, у кого-то нет. Вот я так же скажу, в Казахстане у кого-то деньги есть, у кого-то денег нет, но на рынке деньги есть, да. Единственное, что у нас дорогие кредиты, у нас не работает биржа, как альтернативный рынок капиталов, да, но у людей деньги есть, покупательная способность есть. 18 миллионов это, конечно, не 35, по-моему, да, в Украине сейчас 30? 37 говорят, я думаю, около 30. Вчера называли цифру 34-35, около 30. Я вот на нее поэтому ссылаюсь, да, это, конечно, не та емкость рынка, что и в Украине, но, тем не менее, люди у нас платежеспособны. Хорошо, смотри, давайте сейчас закончим, потому что курсы еще нужно позвать, мы договорились по вчерашнему и я думаю, что мы с тобой на следующей неделе сделаем эфирчик интересный с большим удовольствием по тем темам, по которым мы говорили, потому что я вижу, что ты очень интересный человек и очень интересно рассказываешь. Поэтому спасибо за, вот мы так быстро пробежались, ну просто ограниченное время, но в любом случае это было интересно. Я прошу публику накидать вопросы, я думаю, что мы к следующему эфиру подойдем более системно и будем уже общаться не только тет-тет-тет, а будем общаться еще и со зрителями, зрители просят то, что интересно. Я люблю общаться. Спасибо тебе. Взаимно и вам спасибо. Пока.